Мы начинаем нашу трансляцию на канале ТБН, мы начинаем нашу проповедь. И я хочу, чтобы мы начали наше служение, наше размышление со Слова Божьего. Давайте мы прочитаем с вами из 2-го послания апостола Павла к Тимофею, 2-й главы, с 22-го стиха. 2-я Тимофею, 2-я глава, с 22-го стиха. Запомнить достаточно просто. И апостол Павел, обращаясь к Тимофею, говорит следующие слова. 2-я Тимофею, 2-22. 3-й глава. Я хочу, чтобы мы для начала остановились на 26-м стихе, последнем стихе главы. Чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. О чем говорит этот стих? 3-й главных мысли, кратко. 3-й главных мысли. Мысль номер 1. Есть некоторые люди, которые находятся в сети дьявола. Состояние человека находится в сети дьявола, запутался. Второе, что сказано про этих людей. Они творят волю дьявола. То есть это не просто пассивные, да, скажем так, люди, которые содержатся до конца времен. Это люди, которые активно исполняют волю дьявола. И третье, что говорит Священное Писание. Этих людей надо спасать. В соответствии с этим возникает три вопроса. Что это за люди? Что это за сети дьявола, в которых они запутались? Какую волю они исполняют? И как таким людям можно помочь? Вы знаете, очень такая, я не скажу интересная, я скажу, вы знаете, такая личность известная, личность дьявол или сатана. Сегодня я не хочу погружаться в обсуждение его личности. Здесь прославляется Иисус Христос. Мы не разбираем тонкости, да, там, демонологии какой-то. Но мы знаем одну очень интересную характеристику. Сатана, написано в самом начале, после своего согрешения, был сброшен на землю. И является сегодня князем мира. Многие люди пытаются сатану рассматривать по аналогии с Богом. То есть сатана, Бог наоборот. Ни в коем случае. Сатана это личность, которая подчинена Богу. Сатана это личность, которая в конце времен будет осуждена Богом. И ни в коем случае. Это личность, не равная Богу. Это мы должны понимать. Но особенность личности сатаны в том, что он очень сильно привязан к материи. Ему всегда нужна материя для того, чтобы воздействовать на человека. И когда мы говорим о работе сатаны, мы выделяем, наверное, три самых главных метода. Первый метод и самый страшный метод. Это прямая интервенция в дух человека, которую мы называем одержимость. Она не приходит просто так. Она приходит, когда человек добровольно открывает себя так, что становится инструментом, прямым инструментом в руках дьявола. А воля человека, она подавляется сатаной. Вспомните Гадаринского бесноватого. Он обрел сверхъестественную силу. Он обрел сверхъестественные способности. Но он потерял свою волю. Второй момент. Менее, скажем так, может быть, менее агрессивный. Сатана воздействует на нас через наше тело. Опять же, через материю. Тело и эмоции, которые опять же являются частью телесного естества человека. Он возбуждает в нас похоти, страсти и грехи. Он заставляет нас идти на поводу нашего тела. И здесь мы говорим о людях, которые запутались в цепях похотей и грехов. Которые настолько расслабили свою внутреннюю телесную дисциплину, что сегодня они уже не управляют телом. И они рабы алкоголя, наркотиков и прочих зависимостей. И третий момент. Сатана ищет уста. Вот интересно, да? Когда Сатана пришел к Еве и искушал Еву, ему нужны были уста. Он не говорил Еве в ухо. Он пришел к ней в образе змея. И один из методов, когда Сатана пытается убедить нас в чем-то, он находит нужные уста. Но сегодня он не приходит в образе змея. У него есть большее количество уст. И эти уста это люди. Порой слово, которое было брошено в наш адрес, оно имеет очень сильный эффект. Слово, которое сказали мы в чей-то адрес. Может быть спустя несколько лет, оно вдруг начинает пышно прорастать. Проклятие, которое мы когда-то говорим своим детям, говоря там, ты там глупый, у тебя ничего не получится. Через определенное время Сатана использует эти слова для того, чтобы возгреть в человеке депрессию. Он ищет уста. Ибо через уста человека легче убеждать, приводить других людей в свою волю. В чем же заключается воля Сатаны по отношению к нам? Она достаточно проста. Лишить нас веры. И тем самым отвести нас от Господа. Заметьте, может быть не убедить нас в чем-то, не дать нам какие-то тайные страшные знания. А его задача лишить нас веры. Ибо христианин без веры это слепец, который, даже если ангел явится перед ним, не увидит его. Даже если Господь будет творить чудеса, он не воспримет этих чудес. Это человек, закрытый для Слова Божьего. Ибо Слово Божье взращивает веру, и отсутствие веры, оно закрывает для человека возможность спасения. И задача Сатаны ослабить в человеке веру, запутать его настолько, чтобы его вера, она была разрушена под властью страха, депрессии, страданий, разочарования, обид, проклятий, может быть, какого-то внутреннего греха, да? И сегодня мы как раз будем говорить о третьем. Это местописание говорит о третьем способе воздействия. Воздействие через взаимоотношения между людьми. И я даже скажу больше. Когда Сатана может использовать нас даже тогда, когда мы не всегда этого понимаем. Вроде бы мы даже можем называть себя верующими, но в какой-то момент стать инструментом, для того, чтобы в наших устах зародилось то, что повредит другому человеку и лишит его веры. И все местописание, которое мы сейчас прочитали с 22 стиха, оно говорит о взаимоотношениях между людьми. Не просто между неверующими людьми, оно говорит о взаимоотношениях в церкви. И в частности, оно говорит о конфликтах. Мы сейчас вернемся к нему, но я просто расскажу вам один исторический факт. Вы, наверное, слышали, кто такие гладиаторы. Да? Наверняка. Я не уверен, что здесь апостол Павел имел в виду именно гладиаторов, но это очень хороший пример. Вы знаете, что в каждом городе Римской империи, а Эфес, куда писал апостол Павел к Тимофею, это был достаточно большой город. Проходили гладиаторские бои. И вот гладиаторы были разные. У них было разное вооружение, у них были разные задачи. И вот в этой череде гладиаторов был один гладиатор, которого называли ретиарий. И вот когда на картинках изображают гладиатора, чаще всего изображают его. Ретиарий происходит от слова ретира, сеть. Это был гладиатор-рыбак. В руке у него был трезубец, в руке у него была сеть, и его задача была запутать своего врага. И когда Павел говорит о сети дьявола, это очень хорошо характеризует работу вот этого ретиария. Это был самый слабый гладиатор. Это был гладиатор, которого не любили зрители. Почему? Потому что на нем не было брони. И чтобы победить ретиарию, приходилось действовать подлостью, действовать хитростью. И главной задачей, он должен был очень умело забросить сеть на другого гладиатора, на своего противника. И если это получалось, соответственно, он запутывал сетью противника, и потом добивал его трезубцем. Кинжалом или трезубцем. Это было ретиарий. И вот интересно, что здесь дьявола можно представить, или человека, который исполняет волю дьявола, можно представить в виде подобного гладиатора, ретиария. Задача которого, победа которого, заключается в том, чтобы максимально связать слушателя. Максимально, скажем так, связать его ложью. И вот здесь апостол Павел, как раз вот можно иллюстрировать его слова вот этим примером. И смотрите, давайте мы будем уже говорить с вами, ну давайте с 23 стиха. Апостол Павел говорит следующие слова. От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. То есть апостол Павел, обращаясь к Тимофею, говорит, что ты не во всякий спор должен вникать. Вот есть такое, знаете, неправильное представление у нас христиан, что христианин это человек, который вообще никогда не должен спорить. Вот кто в это верит? Ну я уже сказал, что это неправильное, да, наверное, противоречить проповеднику было бы, ну, не совсем корректно, да, кто-то думает так. Но некоторые в нас, нас убеждали. Христианин это тот, кто всегда молчит, тот, кто смирен, что бы ему ни говорили, он всегда будет, ну, скажем так, он всегда будет пассивен. Он лучше готов потерпеть поражение. Но это не так. Мы, когда читаем с вами второе послание к Тимофею, вторая глава, пожалуйста, дома перечитайте эту главу полностью, и вы увидите, что апостол Павел сравнивает Тимофея с воином. А воин, он не может постоянно быть, не вступать в сражение. Он обращается и говорит, переноси страдания, как добрый воин Христа. Он обращается и говорит, воюй, служи, воюй, в соответствии с бывшими о тебе пророчествами. То есть получается, что апостол Павел, он не был, ну, скажем так, вы знаете, он не был против конфликтов, которые происходят в жизни человека. Представляете себе? В другом месте Писания он говорит даже так. Должно между вами быть разномыслием, для того, чтобы открывались искусные. Но ведь апостол Павел, он знал природу человека. И он понимал, что ссоры они будут, конфликты они будут. Но на что он просит обращать наше внимание, как христиан, чтобы мы не попадали в сети дьявольские? Он обращает наше внимание, обращайте внимание на то, почему возникает конфликт, и каковы причины его. И вот здесь я просто хочу привести вам еще один исторический пример. Вот проповедь наша называется так. Гладиатор и солдат. И тот, и другой вступает в бой. Но они совершенно разные. Солдаты презирали гладиаторов. Солдаты никогда не сражались с гладиаторами. Это были совершенно два разных воителя. А в чем была между ними разница? Вот давайте просто с вами представим. А в чем была разница между солдатом и гладиаторами? Солдат это свободный человек. До времени он принадлежит своему военачальнику. В гладиаторы шли рабы. То есть те сражались, будучи свободными, гладиаторами становились рабы. И сражались они, потому что у них не было выхода. У тех был военачальник, у гладиаторов был хозяин. Тот, который платил им деньги. Тот, который, скажем так, выигрывал от тех боев, в котором находились гладиаторы. Солдаты всегда сражался за что? За высокие идеалы. За родину, за свободу, скажем так. Сражался за свою страну. Он был патриотом. Гладиатор всегда сражался и сражается на потеху публике. Он вступает в этот конфликт. Но для чего? Для того, чтобы другие подумали о нем лучше. Для того, чтобы снискать благосклонность толпы. Он циркач. И он питается вот этим человеческой славой. Человеческим, может быть, принятием. Солдат имел надежду, что однажды он завершит свой путь и в определенный момент он получит награду от государства. Он понимал это. Это было так. Государство поддерживало ветеранов, солдат. И когда солдат завершал свой путь, выслугу лет, ему давали имение, ему давали рабов, и он жил как свободный гражданин в почете и славе. У гладиатора не было будущего. Только очень редки удостаивались свободы. А в большей степени гладиаторы погибали на арене. Либо умирали от ослабления, либо погибали на арене. У него не было будущего. Вся будущность, то есть смотрите, вся надежда солдата была где? В будущем. Я сражаюсь для того, чтобы впоследствии полнота жизни пришла ко мне. Вся надежда гладиатора здесь и сейчас. Я сражаюсь для того, чтобы выжить. Я сражаюсь для того, чтобы получить деньги сейчас. Я сражаюсь, чтобы получить человеческую славу сейчас. Это были совершенно два разных типа воителя. Вы скажете, Антон Иванович, а для чего ты нам сегодня вообще, наверное, об этом говоришь? А достаточно просто. Потому что у нас, наверное, конфликты тоже бывают двух типов. И апостол Павел говорит, ты можешь конфликтовать, более того, ты должен конфликтовать, но только по одной простой причине. Для того, чтобы защитить имя Иисуса Христа. Когда ты сталкиваешься, у нас удивительно, когда мы сталкиваемся с ересью, порою, как верующие, мы так складываем руки и говорим, ничего страшного, само пройдет. Мы очень толерантны к ересям, к тем, что оскорбляет имя Христа. С другой стороны, когда мы сталкиваемся с тем, что нам наступили на ногу в троллейбусе, о, как мы защиту веры включаем, мы готовы голову отвернуть. Казалось бы, вот так за веру стой. Вопрос в том, что происходит, почему происходит этот конфликт. И есть только одна причина, когда мы становимся воинами, это имя Иисуса Христа. Когда мы встречаемся с людьми, которые поносят имя Христа. Когда нам надо очень четко заявить о себе, что я христианин, и я не буду это делать. Я христианин, и я не согласен с тобой. Потому что, если этого не будет, то, по сути своей, церковь, она перестанет быть светом этому миру. Если христианин не будет иметь стержня и будет бояться, скажем так, за свои погоны, вместо того, чтобы вступить за имя Христа, кто услышит голос церкви тогда, если христианин будет бесхребетным? И не дай Бог нам оказаться такими. И есть второй тип конфликтов. Конфликт против нашего вот этого вот достоинства. Конфликт, который, скажем так, против нашего я, против нашего эго, как у этого гладиатора. И мы вступаем в этот конфликт только для того, чтобы отстоять свою собственную честь. Только для того, чтобы доказать друг другу, что мы не такие плохие, доказать, что мы на что-то имеем право. Конфликт, который вроде бы прикрывается хорошими мотивами, но суть у них одна. Показать себя, потешить свою гордость, потешить свое я. И апостол Павел, обращаясь к Тимофею, он говорит, вот таких конфликтов избегай, ибо будут люди вокруг тебя, всегда будут люди, которые будут стараться тебя в эти конфликты максимально, максимально, максимально вводить. Будут люди, которые будут стараться тебя этими сетями опутать. Они исполняют волю дьявола, может быть, они не всегда это понимают, но их задача связать тебя какими-то словами. Вы знаете, давайте мы кратко просто скажем с вами, вот что связывает нас. Я понимаю, что у нас не так много времени, но мы будем говорить достаточно кратко. Что связывает нас в нашем разговоре, каких тем должен избегать христианин. Потому что этот разговор это по сути сеть. И задача таких людей, задача дьявола, чтобы мы в этот разговор втянулись, чтобы мы эту информацию впитали, и чтобы мы эту информацию понесли дальше. И вы знаете, вот первое, наверное, я так скажу, первое, это сплетни. Это сплетни, которые должны быть удалены. И вы знаете, сплетник, он начинает достаточно просто. А ты слышал, он, знаете, как рыбак, который еще не знает, будет рыба или не будет, и который пробует разные приманки. Раз, а ты слышал там о Пете? Ты скажешь, нет там, да мне неинтересно. Он скажет, хорошо, а ты слышал о Маше? И он найдет того человека, который будет вам интересен. А почему он вам интересен? Потому что три дня назад Маша что-то там заняла у вас сто рублей и не отдала. Вы говорите, о, не слышал, расскажи мне, расскажи мне. И эта сеть зацепилась за крючок вашего эго. И начинает вас подтягивать. начинает сплетничать. Библия говорит, что слова наушника это проклятие для человека. И когда христианин занимается сплетнями, он попадает в сети ретиария. Вы знаете, мы иногда задаем вопрос, вот просто проанализируйте, может быть, круг общения вашего. Просто проанализируйте. Мы любим всех людей, с которыми мы общаемся. Тем более, как служители, как христиане. Мы служим этим людям. Но иногда бывают люди, которые вдруг почему-то избирают тебя вот тем, ну извините за выражение, сливным бочком, в который они готовы сливать и часами говорить вот это вот нехорошие вещи о других людях. Задай себе вопрос, а почему? Почему он не выбрал там того, того, почему к тебе? А я тебе скажу. Потому что в определенный момент ты дал ему понять, что тебе интересны эти разговоры. И сегодня он считает себя вправе приседать тебе на уши или на твой телефон и рассказывать тебе. И ты вроде бы уже не согласен с ним, ты просто сидишь и молчишь, думаешь, ну когда ты завершишь? А он час и два и три. И тебе кажется, что ты проявляешь христианскую толерантность. Нет. Ретиарий закинул на тебя сеть. И он тебя начинает потихоньку к себе подтягивать. Он считает себя вправе. Как это так? Ты, говорят там тебе на работе, ты вчера смеялся над нашими там нечестивыми анекдотами. А сегодня вдруг ты говоришь я верующий. Ты сам дал повод. Ты сам дал зацепку. И ты находишься в сетях. И если ты понесешь это дальше, ты будешь исполнять волю дьявола. Сплетни убивают нашу веру. Запомните это. Сплетни убивают веру людей, которым вы говорите. Веру ваших детей. Когда вы обсуждаете что-то в церкви. Понимаете? Мы сами разрушаем их веру. Сплетни они рушат надежду. Потому что человек принимает решение. Нет вокруг меня святого никого. Нету вокруг меня честных людей. И вы знаете, к сожалению, я видел детей, которые выросли в церкви и которые потеряли веру. потому что их родители не стеснялись обсуждать начальствующих, не стеснялись обсуждать людей из церкви. И они вырастают и говорят, да что мне церковь, там все лицемеры. Будьте аккуратны. Помните, что это не безобидная еда, сплетни. Это то, что разрушает нас. Второй момент, вторая сеть, второй крючок, на который мы попадаемся, тема, это наши жалобы. Жалобы. Представьте себе. И порой мы знаем таких людей, мы сами такие, которых хлебом не кормить, дай пожаловаться на судьбу. И все у них плохие, все у них виноваты. И особенность этих людей, они всегда находят, кто виновен в их делах. Правительство им не помогло, воспитали их не так, пастор не прав, церковь не посмотрел. И как ты с ними не встречаешься, эти люди постоянно жалуются. Эти люди постоянно требуют от нас жалость. запомните, жалость унижает человека. Если ты начинаешь постоянно жаловаться людям, и ты думаешь, что они начнут тебя больше уважать, ты ошибаешься. Во Христе жалость унижает тебя. Она убивает веру. Потому что когда неверующий сталкивается с тобой, он вправе задать вопрос, а где же твой Бог? Ты постоянно жалуешься на судьбу. У тебя постоянно есть люди отравляющие твою «Где же твой Бог?» Жалобы они надевают на глаза человека серые очки, и он уже не видит Божьей благодати. Он знаете, похож как в мультике «Винни-Пух на ослика Иа». Что ему не скажи, как говорится, добрый день, он скажет, слава Богу не сдох. Я хочу тебя благословить. Он скажет, что ты против меня задумал? Ты подошел его обнимаешь, он говорит, отойди, коронавирус. И страшное в том, чтобы сколько бы доброго в жизни этого человека не пришло, он будет истолковывать это доброе как негатив. Почему? Потому что он уже не может воспринимать свежей пищи. Он привык жаловаться, он привык воспринимать, как в одном мюзикле поется, говорит, я сострадание за любовь готов принять. Ему уже не и он примерился к этому. Беги, даже не то, что беги, прекращайте разговоры. Если жалуешься, ты сталкиваешься с постоянными жалобами. Я понимаю, есть моменты, когда нам всем хочется пожаловаться, ну правда, и не всегда Богу. Иногда хочется найти такой плечок, в котором можно поплакаться. Ну так это или нет? Но когда это происходит постоянно, когда ты жалеешь себя постоянно, пойми, ты теряешь веру, ты находишься в сети дьявола. И Павел говорит Тимофею, не вступай в такие споры, не вступай в такие отношения, потому что они свяжут тебя с этим человеком. Третий момент, третий момент, это проклятие в адрес вышестоящих. Друзья мои, это страшно, это страшно, я видел множество примеров. Это вот принцип, которым меня научили только когда я пришел в церковь, спустя наверное две недели. Мне сказали, очень страшно плохо говорить о вышестоящих. Не важно какие они, светские, может быть это церковные лидеры, может быть это может быть муж для жены, может быть это родители для детей. Если ты позволяешь себе осуждать твое начальство, ты принесешь в свою жизнь проклятие. Хотя это знаете такая тема, которая ближе всех, сильнее всех сплачивает людей. Я знаю целые церкви, которые сплачиваются на осуждении вышестоящего. И они долгое время живут и перетирают это. Но осуждение вышестоящих, оно приводит к тому, что человек теряет веру. Человек становится бесчинным, а бесчинство возлюбленное, я вам говорю это со всей ответственностью, знаю уже, находясь определенное количество лет в Боге. Бесчинство, оно приводит человека к разрушению, иногда даже физическому. Когда у человека нет царя в голове, это очень страшно. И я иногда просто общаюсь с людьми, мне достаточно задать один вопрос. А кто твой авторитет? А есть ли человек, которому ты подотчетен? А если человек, есть ли человек, в присутствии которого ты готов закрыть свой ротик и промолчать, и остаться обиженным, но выбрать подчиниться? Если такого человека нету, возлюбленные мы в страшном положении, мы в неправильном, мы в положении, которое противоречит воле Святого Духа. И многие благословения мы теряем в своей жизни, потому что у нас нет людей, которых мы почитаем и уважаем. Так установил Господь. И когда человек говорит, я уважаю только Христа, но мне не нужны люди, друзья, это ложь, это гордость. И те люди, которые в Коринфе говорили, я только Христов, и мне не нужен ни Павел, ни Сила, ни Кифа, они не были духовными, они были лицемерами, они были гордыми. И Павел говорит, вы поймите. И потом говорит, помните такие слова, подражайте мне, как я подражаю Христу. У нас должен быть авторитет. И страшно противостоять, говорить за глаза. Если вы с чем-то не согласны, подойдите, скажите в глаза. Ну честно, правда? Начальнику скажите, только с миром, с любовью. Там пастору скажите, служителю мне скажите, если вы что-то имеете против меня. Не стесняйтесь, это правильно. И вы будете в правильном положении, но страшно говорить за спиной. И поэтому, если вы это делаете, друзья, надо покаяться, потому что вы находитесь в сети дьявола, это честно. И апостол Павел обращается к Тимофею и продолжает говорить к нему и говорит следующие слова. От глупых и невежественных состязаний уклоняйся. Апостол Павел называет эти состязания глупыми и невежественными. Вот все, о чем мы сейчас говорили, он называет эти состязания глупыми и невежественными. Вы знаете, вот что для меня слово глупые? Глупые бесцельные, не имеющие цели. Проанализируйте, пожалуйста, нашу жизнь. Как много времени мы тратим на бесцельные споры. Споры о том, какой, я не знаю, какой клуб лучше, Спартак или Динамо, да? Споры о том, когда пройдет коронавирус или наступит ли вторая волна. Споры о том, является ли Россия великой державой, да? Ну, мы верим, благословенная Богом Россия, она займет свое место и занимает свое место и в духовном и физическом, да, скажем так, уровне. Но вопрос в том, у христианина есть одна цель, и эта цель Иисус Христос. Задайте вопрос, назидает ли вас эти споры? Если нет, избегайте их, как говорит апостол Павел. Пусть Господь благословит нас. Аминь. Аминь.